Ребят, всем привет. telusia!!! Радостная новость. Будут leche, как разыграть свой hagoar. Там один вとве. Фишка в том, что я его вывергаю только тогда, когда наберется миллион подписчиков у меня либо на youtube-канале, либо в инстаграме. И почему не наебка. Потому, что если у меня наберется миллион на youtube, либо в инстаграме, то я его отобью за два месяца за четыре метода миллиона рублей. Небога в инстаграме будет 1 миллиона подписчиков, я отобью за четыре месяца. То есть, не важно. Я в любом случае отобью. Мне важнее сейчас миллион подписчиков либо на Ютубе, либо в Инстаграме. Вот сейчас у вас на экране появится хэштег Ягуар от Шилова. Везде его оставляйте. Мой Инстаграм, Реддит ТВ. Ну, сейчас вы находитесь, если в Инстаграме, то в моем профиле ссылка на мой Ютуб канал. Соответственно, на мой Инстаграм ссылка, если вы на Ютубе, то в описании. Ребят, поэтому приглашайте друзей, распространяйте это видео везде. И в Инстаграме, и на Ютубе. Чем быстрее мы наберем миллион подписчиков, тем быстрее. Ягуар станет чей-то. Так что давайте распространяйте этот видос и все, и быстрее. Давай-давай-давай. Кто с Ягуаром? Вот оно. Мой Ягуар. Я честно говорю, что заменили. Что ты делаешь? С тобой есть? Кинематографу. Пиздец нам. Дальнейший видеоблог ведешь ты. Динамо бежит, когда девушки в Больгейх сейчас значит жарить будут. Ты подрался, бля. А что? А посрешься? Мы едем в Крым. Сейчас вот такие у Амирана выходит битва за Хайм. Пошли, попиздимся. От видосы кругом голова. Если есть вопросы, наливай передо дна. Шилов и компания, как дела? Ребятушки, вау, вау, вау! И вот уже с моего депозита 270 тысяч рублей на Future Technologies Company. Я за 14 дней, за 2 недели заработал 319 тысяч рублей. Еще 14 дней я заработаю практически 400 тысяч рублей. А вообще, я уже вывел и потратил около 300 тысяч рублей. 297 тысяч, 811 рублей. Ребята, Future Technologies Company, это компания, которая помогает мне зарабатывать на лучших стартапах, на блокчейне, на биткоине, ребят, на искусственном интеллекте. Я лично в этом ничего не понимаю. Если вы такие же, как и я, ничего в этом не понимаете, но хотите на этом заработать, то ссылочка на фьючер, положится в описании. Доверяйте им свои деньги, они будут для вас зарабатывать. Деньги они выводят, это точно. Ребята, всем привет, всем здорово. Приятно представиться, майор Шилов. Из фуражки. Лейтенант, лейтенант Крошаков. Очень много вопросов. Что с Ягуаром? Что с Ягуаром? Где Ягуар? Вот Ягуар. В Москве Ягуар, ребят, вот оно, мой Ягуар. Все, его отремонтировали полностью, все сделали. Крышу заменили, лобовуху заменили, капот заменили, дверь. Эту покрасили, не меняли. Те две двери заменились, стекло все поменяли. И заднюю крышку багажника поменяли. Видите, раньше у меня был этот, фпс не было, я ее отпарил, а сейчас фпс есть. Короче, состояние нового автомобиля. Тимур, вот погоди, ты это все рассказываешь. Просто вот он, Ягуар новый. Зачем, что заменили-то? Какая на празднице? Открой, какая тебе на празднице? Я честно говорю, что все заменили. Сейчас я что делаю? Они, короче, поменяли эту заднюю дверь, когда заменили, и не работает, ну, вода не брызнет. Слышно, как моторчик работает, а вода не брызнет. И вот сейчас я пригнал сюда, к официальному дилеру в Москве, ее, ну, по гарантии, пускай ремонтируют, а что делаешь-то? Гарантийный же случай, как-никак. Поработал уже до этого. Пойдем, покажу Ягуары, тачки новые в салоне. Все, пойдем обзор сделаем. Почувствуй себя, Давидыч, как называется. Че, ебанутая, что ли? Ну че, братва, короче, мы сейчас в мажоре. Давай-давай, в мажоре, давай, походка, походка. Походка твоя. Да тебе походку можно не менять, Степ. Мы в мейджоре. Новый, минусинский, в мажоре. Не в мажоре. Новый, минусинский, обзорчик автомобилей, давай. Давай, что за автомобиль, Степ, представляете? Ну, понятно, что Ягуар. Расход вообще офигительный, просто. Выросли, цены, скажи. Да, погоди ты, цену. Всем отдадут. 8, 8, 9 литра просто по городу. Намкат вышел, соточку надо. А зимние колеса идут в подарок, а коврики? О, очень красиво. Ягуар. Ну, это называется, ребят, я называю, автомобиль для эгоиста. Потому что, куда? Ну, вот ты сел, с женой села, а, допустим, у тебя вот друзья, да, есть там? Вот это друзья посадишься. Так, рассказывайте нам, что вы. Вот кто обычно берет эти машины, скажите, пожалуйста. Обычно эта машина на лето, скажем, да. А, потом вот абсолютно. Осень ее продавать, да? Абсолютно разные категории, собственно, людей берут. От старой, там, ладой или от младой. Я говорю, что это для эгоистов машина. Ну, почему? Ну, по поводу, не посадишь, что это. Это у тебя такое мышление. Это я, короче, а, я видел. Чувак, короче, ну, БМВ, знаешь, двухдверная маленькая, короче, чувак приподъезжает к школе, где у меня сын учится с женой, забирают ребенка. Знаешь, как ребенок? Ребенок у матери на коленях сидит. Ну, это неудачный пример. Багажник. Ребят, да и он все это говорит. Самое, что интересно, то есть такие люди, ну, в мое мнение, покупают такие машины, это те, кто поехал, ну, не знаю, допустим, на работу в офис. То есть он один прыгнул, поехал, у жены есть своя машина, она ребенка забрала, либо есть еще вторая, там, третья машина, у которого, ну, просто вот для... Ребят, багажник чисто для запаски, больше ничего сюда не везет. Не, полторашку можно запихать, пиво, ради лаги. Даже трешки можно запихать. Фишка в том, что я считаю, что это машина чисто для понтовки, для воебона. Зачем такая машина? Нет, это не для понтовки, это для удовольствия. Вот ты захотел навалить, ты сел на нее, навалил. Где ты навалишь в маскете, камеры везде? На смотри. Ну, смотри, на кой смотри? На площадке. Не, ну это чисто панкут. В Красноярске, в Красноярске, ты через рельсы на ней не переедешь. Ладно, хрен, давай следующую. Это ИДЖ, это понятно, отстоит. Вот, I-Pace, ребята, I-Pace. Вот это я понимаю, это хороший автомобиль, электро-мобиль, полный электро, не гибрид. Вот и багажник. Видите, я думал, здесь аккумуляторы, а нет, а нет аккумулятор. И здесь нет аккумулятора. Что мне нравится, это вот эта панель. Да, я тоже хотел такую себе. Не, ну это вообще, ребята, космический аппарат. И там, смотри, видишь, там тоже дисплей. Освещение включено. Ну что ты делаешь, что, а? Митик. Случайно. Абсолютно случайно. Вот это тот обзорщик, который, знаете, раньше дети садились, па-па-па-па, дай порулись. Ну, а я так и делал где-то на Волге. Побиликать, побибикать и аварику повключать. Все, это максимум, что можно сделать. Говори, куда я посмотрю, она работает. Вот, вон, фары, видите, ребят, эти, как они, как они называются, все забыл. Диод, не диодная, нет. Матрица, матрица, матрица. Я ледовая. Матрица, матричная. И у нее, короче, дальний свет. То есть ты можешь ехать на дальнем свете, и когда машина будет строчка ехать, она будет свет, ее будет огибать. Самое, что интересное, все есть, все есть, лошадиные силы есть, но нету объема двигателя и нету расхода в литрах. Потому что электромобиль и бензобак спереди. Ну, как он открывается подожди, бензобак, ну, не бензобак, смотри, зарядку. А, вот, так у меня, о. Все, как ехал, вставил. Кому? А ты для чего? А, вот сюда? Его, а, видишь, разные, видишь, варианты? Разные вариации зарядок есть. Вот, смотри, так, 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 что это такое, непонятно. Сколько по времени она заряжается? 36 часов. От обычной розетки? А если специализировано? 5 часов, да? Поехал в Минусинск за помидорами, да, там, в августе помидоры. Едешь по городу, ты пока из пробок выехал, тын-тын-тын-тын, соответственно, у тебя батарея потратилась, да? До Минусинска ехать, ну, в среднем 450 километров, да, там, чуть поменьше, ну, 450. Плюс по городу туда. Соответственно, что? Ты можешь возле Абакана встать. Вопрос, в Абакане зарядок нет. Ну, как, ты попросил удлинитель, звонил заправки, дайте удлинитель. Что-то получил свой. Хотя, ну, дурака, посмотрели. Ну, понятно, это же Минусинский, ты же, Абакан. Так, ну, что, пойдем один ровер и посмотрим. Так, вот, 7-400 миллионов. Ну, вот, выбирай тот, 7 миллионов, этот, 7 миллионов, грубо говоря. Это спорт, да? Знаешь, у кого такой? У-у-у, у того, как у кого нельзя произносить. А? У Сашки Кондрашова. Нет. У кого? У Насты девочек. Да? Настасья Анастасия. Не знал даже. Ну, спорт, на спорте я езо, спорт мощный тоже. Вот он, это бог, да? Тоже краска очень классная, матовая. Почему все выбирают вот такой салон цвет говна? Я не знаю, я не фанат. Я больше, скажу, не фанат вот этого салона и не фанат белого салона. Я не понимаю, черный, самое оно, либо серый. Практичность? Да. Это, во-первых, проще. Регулировок сидения, все они вот здесь, кстати, на двери. Нет, ну это, ребята, это уже совсем другой класс, конечно. Даже, хоть у меня регуар, я скажу, что вот это, конечно, совсем другой класс. Оп. Второе дерево зашло. Чем для джипа? Ну, вот такие, да? То, что багажник откинул. Все, по-моему, не джипа, а внедорожники. Хорошо, можно сидеть. Да, да. Подкинул, он сидит, чтобы фандирка разложился. А вот Вилар тоже, кстати, рубасов. Вилар тоже красивенький такой. Как будто бабушка, это, садкалаете. Знаешь, как раньше клали на эти. Ну, опять, это, ну, это непрактично, это зашоркивается. Практично, конечно, все. Люди, которые покупают машины за 5 миллионов, они о практичности не думают. Ладно, все, пошел документы подписывать у вас. И мы едем дальше. Ну, вот, ребят, мы с Ягуара пересели на каршеринг на Киа. Возле Киа, кстати. Возле Киа мотор. Степан фотографирует себе. Поехал, Степан. Вот, ребят, мы доехали на каршеринге. Метро Юго-Западное. Где-то рядом здесь, мы тогда делали Серега, ВДВ-обзор. Здесь, вон там, где-то в тех домах, да, снимали иронию судьбы или с легким паром. Понял, Степан? Прикоснулся к кинематографу. С тобой ездить? Это же пиздец, нахуй. Ну, только не надо, потому что нормально водить. Когда он рядом ездит, это все. Это можно застрелиться. Надо, потому что нормально водить, по правилам. И предвидеть, что мы сделаем впереди, впереди эти водители и сзади. А это человек, мне говорит, нужно ездить по правилам, который говорит, давай по встречке здесь запарковаться можно. Ну, это парковка, это хуйня. Да базары, нет. Все, едем, короче, в центр Москвы. Сегодня воскресенье. Там сегодня марафон проводится, потом велопробег какой-то. Ну, а мы едем, встречаемся с нашими вчерашними самогонщиками. Братьями-самогонщиками, братьями-алкашами. И будем похмеляться. И шашлык поедим, наверное. И, наверное, давайте сделаем как? Степан, официально вручаю тебе видеокамеру. И сегодня дальнейший видеоблог ведешь ты. Кто ты, блядь? Раз, два, три. Держи. Вот алкоголизм люди приводят вот к этому. То, что даже снимать уже не можем. Потому что ручонки-то трясутся. А чтобы у тебя квалификация не терялась? У меня квалификация никогда не теряется. Все, мы погнали. Если у вас закончились денежки, вам поможет Альфа-банк. У них есть великолепная кредитная карта. Без процентов на 100 дней. Кредит до 500 тысяч рублей. Все очень просто. Заполняете ваши персональные данные. Фамилию, имя, отчество, мобильный телефон, электронную почту и регион работы. Нажимаете, продолжить. Все, ребята, кредит у вас в кармане. Ссылочка на заявку в описании. Потратьте 2 минуты вашего времени. Ребята, мы на территории Лужников. Все бегуны. 21,1 километр уже пробежали. Самый человек Динамо бежит. Динамо бежит? Все бегут. Должен был ответить. Ваши шутки 80-е. Вы из какого общества, ребята? Трудовые герои. А что, Динамо бежит? Все бегут. Девушка, а можно вопрос задать? Скажите, пожалуйста, для чего вот эта фольга? Для чего вот эта фольга? Остудиться, наоборот, да? А, то есть я думал, что это согреться. Нет, это чтобы остудиться. Чтобы солнце на тебя... Нет, самое. Понял? Все в фольге идут. А Семка думал, что их готовит. А, нет. Когда слышишь, когда девушки в фольге их сейчас, значит, жарить будут. Посмотрите, сколько народу много. А вот наша марафонка. Привет. Митяй. Привет. Привет. Поздравляем. Что, 21 километр? Да. Вилли? Давай. А что, не бегали? Нормально. Почему? За пивом уже сбегали? Все. Держи медаль, пожалуйста. Мне 10-15 минут. Я и мы в это самое. Московский полумарафон. Хорошо. Там вкусная еда. Финишировал время. Это тебе еще гравировать будет, да? Вот такое, видишь, у тебя жена спортивная. А ты самогон гонишь, бухаешь. Что, последние 2 километра мы шли вот вместе с бегунами. Ну, от моего дома до сюда. Значит, каждая карета скорой помощи, блядь, в носилках кого-то... Реально? Да, конечно, люди бухали с пятницы, блядь. Да хуя на руку. И побежали, блядь. Ребят, ну вот у нас образовался пушет. Сосе, курец, кино, авокадо. Кенуа. Вкусненько? Наливали вообще в цену по мнению. Мы что, идем или что-то? Сейчас, сейчас ест. Что ты живешь? Я? Спортсмен. А я спортсмен. Я говорю, порой делает он, а стыдно мне. Ну, понимаешь? Вот, ребята, оказывается, мы сюда ходили с Вадиком. Вадика есть на канале, это шоу пошло не так. Как ходили, когда там водяра разносит. Ты ходил спать сюда? Да, я поспал, потому что МДМ, Московский дом молодежи. А мы в детстве пиздили. Кем? Ну, здесь. Други за рулем. Все драки были в 90-х. Возле МДМ? А, ну, тут клубешник был. Ну, наверное, сейчас есть, я не знаю. Танцульки, пляски, дискотеки. Китайский ресторан. Вот эта бутылка. Конечно, за полторы тысячи рублей-то. А есть в ней холодная? Ну, витером больше по рознице. Пиво. Пиво здесь. Что, водку-водкой будешь запивать? Что это? Давай. Пиво. А, я думал, это латевый. А пив строганов вас чем пытаются? С картошечкой? А что у вас? Азотом, что ли? Азотовое? Что, хорошее пиво? Ну, азотное. Как называется пиво? Типа гиннеса, короче. Сладкое, конечно. Типа гиннеса. Латей. Значит, можно мне, пожалуйста, окрошку на кефире и пивостроганов? А посрешься? Ну, нормально. Пути. Акциональная коллекция. Нация-то какая? Вообще, дорогие друзья, я вам хочу сказать так. Вот когда у вас алкоголизм уже между второй и третьей стадии, переходите на водку и мудрите. Водка, это самый чистый из всех алкогольных продуктов, напитков, самый чистый это водка. Слав, там просто не все знают, что такое алкоголизм второй и третьей стадии, поэтому... А у нас какая стадия? У нас между второй и третьей. Вторая с половиной. Это что-то больше на просак смакивает. Между второй и третьей. Просак, ну. Ребят, молодежи поясняют, просак это расстояние у женщины между влагалищем и жопой, очком. Зачем вам это знать? Я хуй знаю. Ребят, как вот ледяную водку можно пить, я ничего понять не могу. Сейчас все горло обожжется и вкуса не почувствуешь заживодки. Сегодня день московского марафона. За спорт, следующий тост там просто подложил. Как ты? И короночка твоя. Тост контролли пьется до дна. Однозначно. За спорт, ты мир. Вот почему нас каждое мероприятие превращается в пьяность. Потому что мы кудесники этого дела. Анекдот откосит. Короче, значит, цирк, манеж, рейхсталмейстер объявляет. Теперь, говорит, номер, летающие крокодилы. Вот, ну взлетают крокодильчики такие все в пятнышках, пестрые, такие мультяшные, прикольные. Летают, летают, летают. И вот один маленький крокодильчик такой подлетает к маленькой девочке, которая сидит так с умилением смотрит, у него так слезка капает с глаз. И этот крокодильчик подлетает и говорит, девочка, девочка, а ты знаешь, как нас тут пиздят? Разворачиваются и улетают, короче. И девочка такая, недолго думая, говорит, слоник, слоник, а у вас, говорит, тут тоже пиздит. Он говорит, девочка, знал, как тут пиздит крокодилов. И бегемотиков. Теперь давайте выпьем за спортсменов. Ты мастер спорта, да? Ты мастер спорта? Кандидат. Кандидат просто, да. Хоккей с мячом? А? Хоккей с мячом. Ага, ты удивляешь. У меня третий разъед, по парашютному спорту. А по литрболу какой-то? Первый? Людям меднее. Нет, по литрболу он, по литрболу он ЗМС, ЗМС. Ну, за спортсменов. Давай. Посыпка, видишь, ты не пьешь, а ты не спортсмен ни хера. Да. Или, может, наоборот, что ты не спортсмен, поэтому не пьешь. Так, салат с бестроганным. Салат. Ой, с ростбик, ну да, с бестроганным. А это кто-то кончил, да? Повару 3-й число сам боже, саврусом. Конечно, у вас закуска есть. Я принадлежаю за спорт инвентарь. Ребята, знаете, чем фишка, что мы сейчас сидим, вот эта вот вещь, которая помогает, ускоряет сбор нейронных связей в мозгу. Вот эта вещь, мы дошли до того, что мы едем в Крым 13-го числа на машине. На машинах в Крым. В середине июня. Да, в середине июня, 13-го июня мы выезжаем, да? По-любому. Да, мы выезжаем 13-го июня в Крым на машине ехать 1800 километров всего нас. Ребята, мы берем с собой, не поверьте, самогонный аппарат берем. Зачем? Там будем перегонять абрикосы, вишня, черешня, самый сезон. Нести знания в массы. Фрукты, копеечные фрукты будут. Там не умеют гнать людям, не умеют гнать. Они не знают, что такое головы нормальное. А, так когда мы по этому чачу, они типа чача, ага, чем манючее. Чем манючее, тем она чача. Чачи. Поэтому мы берем с собой самое лучшее оборудование в мире, дистиллерус. На самом деле, наша цель показать детям, показать детям. Как гнать самогонный за абрикосом? За знанием. Что, подожди, Андрей Андреевн, договоришь, что? Ну, показать детям, скажем так, места боевой славы, юности. Ты там вырос? Я там не вырос, я там проводил в детстве лето. Каждое лето я там проводил. В лагере, да? Артель? Не, не в лагере, мы там сами жили. За Крым. Наш. Крым наш. Крым наш. Да Крым общий, ребят. Не, на самом деле, Крым крымчан. То есть, то, что приносили в чашках, это совсем другое было, да? Ну, тот был помягче, это какой-то... А почему она поменяла-то? Это даже не лагер, это что-то между лагером и боком. А почему она поменяла-то, я не понимаю. Тот же был реально азотное пиво. А это вообще как-то начать. То есть, ребят, пейте Реди Лагер, не заморачивайтесь. И, кстати, говорю, что Реди Лагер сейчас можно... Ходите по Москве, то есть, я сказал, дистрибьюторы, все уже ходят по Москве, уже, ну, уже во всей, тут в точках по Москве, во всех появляются, в точках, в трафтовых точках, в барах. То есть, ходите, спрашивайте. Чем чаще вы будете спрашивать, тем потом торговые представители будут приходить, и те будут... У вас, короче, если будете чем больше спрашивать, тем быстрее шансов у вас появится этот пиво-ради Лагер возле вашего дома. Давай, говори тост. Ребят, хочется выпить за этот прекрасный город Москва. Я не москвич, я не буду решать, я москвич, нет, я не москвич. Я, естественно, я сам красноярец. Но хочется выпить за прекрасный город Москва, который меня принял, который меня познакомил с такими хорошими людьми, как вы. И, ну, еще много... А кто-то же сказал, что мы хорошие. Ну, для меня, по крайней мере, пока что вы хорошие. Тебя все знают, по моему делу. Пока что вы для меня хорошие. Давайте за город Москва, который объединяет людей. Давай. Нельзя хаять, надо любить место, где живешь. Мы любим. Макс, я тебе рассказываю. Сообщество. Ты начи с того, что Макс пришел. А, ну, пришел Макс, да. Мы тут ржали. Знаешь, что? И говорят, ну, что, как жизнь там, что изменилась? Я говорю, женился три недели назад. Только не понимаю, до сих пор похуя я достигнул. Всего три недели назад? Да. Следующий, кто сам просится в руку? Да, жених бы твою. Да. Женим тебя, поздравляем. Давай, поздравляем. Совет за любовь. Совет за любовь. Ну, горько тут, ну, грекушь. Горько! Раз! Два! Я советую тебе прозоренькую футболочку одел. Мой любимый цвет. Как знал, что я приеду? Поскупили это. Поскупили это. Адаптируется. Серьезно? Серьезно? То есть ты живешь в Москве с октября. Да. А мы с тобой встретились только что. Не хотел напрашиваться. А, все. Я же понимаю, что ты не отдыхает, не хулем. Приехал какой-то с периферии. Не дозвонись. Конечно, не случится. Я знаю, почему ты не звонил. Потому что я тебе сразу бы сказал, так, все с понедельника на тренировке. Ты видишь? Макс, я тебе честно скажу, он меня заебал со своим гулянием. Десять тысяч шагов каждое утро. Я сейчас тебя исполняю со своей командой. Я их всех вытаскиваю. Шаги считаешь? Конечно. Ты что? Я два круга, пять километров, я два круга до них пробегу. Они приходят. Я еще их рукуливаю два круга пешком. Сторождение. Издеваются, ребята. Приехал в Москву, как говорится, почувствует жизнь. Спортом заставляют заниматься. Знаешь, как хватает гулять? Он первый круг пройдет, на второй круг сигарету закуривает. Идет сигареты кулять, блядь. Спортсмен. У меня допинг. Я без допинга не могу. Сейчас вот эти, у Амиана выходит битва за хаби. Да. Пошли, попиздимся. Похуй же ты меня расходишь? Нет, у меня есть хороший боец. Слушай, я старенький. Все, отстаньте от меня. Ты на, как я младший, я старенький. Да, вончик. Кому мы там нахуй нужны? А, там нужны распояренные люди? Ну, наверное, а че вам? А, ну то есть мне Симонову как пиздиться. А Симонову кто это? Всем добра и позитива. Бам, блядь. Еще один анекдот от Кости. Жена мужа отправляет, говорит, слушай, хочу, говорит, улиток не могу, пиздец, блядь. Хочу улиток, все, посорли ночью, прикинь. Ну, тот бедолага, что делать-то, улиток хочешь? Ну, сейчас пойду за улитками, блядь. Заходит в супермаркет, все, купил улиток, блядь. И куришь его бухой в говно, встречает, о, братан, я тебе, говорит, 20 лет не видя, по-моему, бухнем. Ну, и все. Зашли в кабак, бухают, бухают, короче, бухали два года, блядь. Все, потерялся, чувак, пиздец, про все забыл. Короче, через два года вспоминает, что жене улиток обещал, блядь. А улитки вот эти-то у него и остались, он купил же эту коробку с улитками, все, блядь, супермаркетинг, все, заебок. Вот, ну, дело-то что, два года прошло? А он, короче, это самое, подходит к двери в квартире, где они живут, берет улиток этих, блядь, мертвых, нафаршированных там чесноком. И, короче, на коврике перед порогом раскладывает, блядь. Улиток такой разложил, нам дверь звонит, блядь. Дверь позвонил, через два года, блядь, да. Жена дверь-то открывает, он такой, бух, вырастет. На улиток смотрит и говорит, ну, что, говорит, вы еще два года, говорит, через порог переходить будете, говорит, заебали, блядь. Дзинь, 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 сделай. А, нету, да? Звоночек нет. Звоночек нет, что, догадаешь, ездит до велосипедии, звоночек нет. Вот, ты, мам. Я с тем самым убежал и карточку не оставил, поэтому отблагодарите обязательно. Поэтому идите нахуй, и у скидки у вас нет. Сейчас многое сделано, там, поднялось перед всеми богами и так далее, там, там, кто будет, нахуй. Кто убежал, я не помню. Максис. Ну, как рассчитываешь? Кто оплачивает, я переведу. Давай, все, кто оплачивает. Степа, который не бухал, степа оплачивает. Все, это черти. Вообще, на самом деле, правильная логика, потому что оплачивать всегда должен тот, кто самый трезвый. Это то же самое, что надо. Тут у капитана Моргана самого трезвого. Если вы бухали, не за что он самый трезвый. Следующее мероприятие, я лью, как собака. Сколько там? 7,542. Девки было 16. Ахуеть. 16 тысяч было, ты сколько? Макс, Макс, я знаю, ты смотришь видео. Я люблю. Да это только за водку, цена. Хорошие у нас друзья, блядь. Молодец. Я сейчас шутка. Я у вас хорошее, очень эффективно. Да ты все раз, за 20. Цент бы отблагодарим отдельникам. Куни и сделаем, блядь. Костя, иди. Че Костя, жадит человек, блядь. Степа, у нас Степа один. Степа, Степа, Степа. Степа, еще доплати, Степа все сделает, да? Ну, ты уже до дела, до конца. Так бы сейчас на 16 платил. Итак, Вячеслав, что там про потусторонние миры? Я хочу сказать, что они существуют. Громче, громче. Ну, это понятно. Они существуют. И если вы просто пока сами с этим, ну, не сталкивались. А что за миры, скажи? Ну, что там происходит? Ну, блядь, что там происходит? Ну, что происходит в этих мирах? Там ты паришь как пространство, понимаешь? Ты, блядь. Это хорошие миры или плохие? Или там нет хорошего вопроса? Там есть, там любые есть. Ну, по желанию, блядь. А какого они цвета? Охуительного. Охуительного. Блядь. Вот следующий тот сам просит со врубой, дорогие друзья. Зайверы охуительного цвета. Ну, и что, Слава? Ну, ты расскажи про миры, я не верю. Ребятушки, 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 послушайте. Вот вы сидите здесь, ходите, ездите, едите, пердите. Идите, нахуй. Вы, сразу эти, блядь, начинают с урец. Черт не бесится. Черт не бесится. Конечно. Потому что я за живое заделал. Что я, правда, за живое заделал. Там, ну, это не случайность. Это не случайность. Так вот, я вам рассказываю. Каждому из вас, каждому из вас, послушай мне. А это, понимаешь, за честь учрежденческого обличия. В каждом, в каждом из вас находится душа. Когда у меня душа из тела вылетала, это было 19 апреля 2017 года. Что случилось? Перед тяжелыми испытаниями. Что случилось? Мне, вот, послушай, мне высшие силы дали. Вот, сейчас ветер поднул. Думаешь, просто так? Это духи пришли. Видишь, ветер говорит? Но. Мне дали, пишите, а эти бесы смеются. Вот, значит, мне дали высшие силы. С какого числа? 19 апреля 2017 года. У меня был очень тяжелый. Я после этого диабет... После этих тяжелых испытаний, я посидел, вот, посидел. Ага, вижу. И заболел на гриле сахарным диабетом. Из-за всех нервов. Это знание мне дало силы это все пережить, то, что я пережил. Что вот в каждом из вас... А что случилось? Ну, из меня душа вылетала. А что случилось? Бл***ь, просто лежала и вылетела. Ну, ты перепил просто? Да нет, я не пил. Не пил, не курил, ничего не было такого. И вот сейчас, вот вы сидите, они вот сидят, вот, покажи, покажи. Сейчас все пойдет. Вот они думают, что они, они находятся в своих телах. Вот, как бы, вот, это их тело, они и есть. На самом деле, нихуя не так. Сова, одна единственная просьба. Завтра мне не звони, не говори, чтобы я это вырезал. Не, 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 вот это обязательно сохрани и покажи. В каждом из вас, дорогие друзья, есть внутри вашего тела душа. И она вороны полетели. Вороны полетели. Ты вот это не вырезать, подожди. Ребят, а Степка стал, значит, москвичев, зритель, он чек считает. Считает, кто, на сколько наел. А раньше в Краснодарске такого не было. Давай, Слав. Ну, за лето. Дорогие друзья. Дорогие друзья, наконец-то оно наступило. Наконец-то, оно, я обожаю лето. Терпеть не могу зиму. Тост какой? За родину. Нет. За родину. Контрольный. Тост контрольный за родину. Бьется до дна. Опять. За родину. За родину. Родину, как и родители, не выбирают. Куда? На кубу. Можем сейчас ебаться, да? Да, не хуй там делают на этой публике. Могите, славянцы. Месса лицаму развить, но родина, она сейчас остается. Красноярск. Хорошо сидит, дорогие друзья. Ну, не, давай за красивую женщину. За красивую женщину. Да, за красивую женщину. Он говорит, сколько красивую женщину. Я говорю, я говорю, что за прекрасных дам. Слава просто хотел сейчас вывалить свой, этот, елду свою на стол. Но я включил камеру и запротивуем. Мы говорим о чем? Мы говорим о самом добром. Все, ребят, давайте. Я пойду на подсчет. За женщину? Да, за женщину на подсчет. Мне машину заберетесь, ну что? Я еще за рулем. Как говорится, уебин, забито. Уебин, забито. Все, побежали, да? Да, я к духам. Дорогие друзья, до свидания, до новых встреч. Нет, слушай, Лёв, ну скажи, Костя, это вот Володя и Володя один в один. По повадкам, по всем, по разговорам, по поведению. Я-то понял еще, я вчера это понять не мог, а сегодня, когда мы спустились с метро, я это понял. Вот прям вот, ну, я думаю, кого он мне напоминает. Я еще хочу тебе сказать, думаю, некрасиво будет. Вот он, красавчик. Ой, в буквочки отклеились, все красиво. Э, стой, побрызгай. О, все, заработало. Все, спасибо большое. Ну, устраивает, как сделать? Андрей, все нормально, все. Ребят, если вы видите теперь машину, ягуар, черную, с красноярскими номерами, подходите, фотографируйтесь в Москве. Все, мы вас ждем. Ну, круто, слушай. Это получается, я рекламу вам даю? Ну, тогда платите. Да швистил, спасибо большое. Давай. Охуенно. Охуе. Охуе. Охуехала жена. Ну, что, все, по телкам. Поехали. 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 Очки, ребят, очки, ягуар. Ягуар за десятку брал. У меня такое чувство, что ему 18 лет, ему только права дали, у него первая машина. Конечно. Все, вот ты как хотел. Я радуюсь каждому моменту этой жизни, каждому моменту уже радуюсь, радуюсь. И сейчас поехали отмечать машину, тачку забрали с мейджера. Ты видел номера? С мейджера забрали тачку. Ягуар новый. Юху, поехали бухать. Там Палыч, а Палыч не пьет, да? Нет. Вадик, ты на рыбалке. Ну, просто с тобой возьмем. Будешь пить? Пишла. Простегни я из бля. Можешь пить пить за твои деньги? Ха-ха-ха.